Владимир Владимирович Познер Это я о программе, которая называется «Познер», там это в кавычках Программа, которую Владимир Познер ведет на Первом канале с 2008 года Это интервью с политическими и культурными деятелями страны За 6 лет эфира студия Познера встретила более 150 гостей И каждому из них были заданы острые вопросы на самые злободневные темы Горбачев, Лужков, Фурсенко, Кобзон, Михалков, Зюганов, Литвинова, Улицкая Список пестрит фамилиями, одно упоминание которых способно привлечь огромную аудиторию Из этого списка командой телепрограммы было отобрано 30 самых интересных и неоднозначных интервью 15 из которых вошло в книгу «Познер о Познере» В случае успеха издания планируется и второй том с еще 15 интервью Наибольшую ценность представляют заметки самого автора программы Владимир Владимирович рассказал, какое впечатление на него произвели люди, с которыми он разговаривал А также сам ответил на знаменитый опросник Марселя Пруста Примечательно, что в отличие от множества других интервьюеров Познер никогда не присылает вопросы собеседнику заранее Так что избежать острых моментов, которые как раз и представляют интерес для публики Гостям программы не удается Это уже пятая книга Владимира Познера До этого были «Одноэтажная Америка», которая сейчас выходит в одном переплете с одноименным произведением Ильфа и Петрова «Турка и Франц», «Их Италия» И автобиографический роман «Прощание с иллюзиями», который был написан в 1990 году и издан сначала в США И только в 2012 вышел в России с пометками автора, который сейчас далек от своих прошлых убеждений После вступительного слова каждый смог задать Владимиру Познеру вопросы о личных и профессиональных планах, о литературе и политике Здравствуйте, Владимир Владимирович Я хочу у вас спросить вопрос Вы, случайно, не из Одессы? Несмотря на непринужденную атмосферу дружеской беседы с гостями Московского дома книги Владимир Познер честно и прямо говорил о своей работе, не пытаясь уклониться от ответов с помощью шуток С кем из гостей вашей одноименной передачи Познер, кого из гостей, вернее сказать, вам труднее всего было интервьюировать, если это было и почему? Спасибо! Я как-то уже отвечал на то, что у меня были некоторые провальные интервью Не получались, потому что эти люди были мною и остаются мною любимыми Я очень близко дружил с ними Это и Ваня Ургант и Михаил Михайлович Живанецкий И выяснилось, что невозможно брать интервью у близких людей Потому что ты не можешь им задать трудные вопросы, а их надо задавать Конечно, прозвучали и политические вопросы Владимир Владимирович высказался насчет ситуации в Украине Отметив, что экономические последствия слияния Крыма с Россией будут тяжелыми для обеих сторон Спросили мнение телеведущего об Алексея Навального Познер отметил, что подобные люди нужны стране, так как они создают необходимый критический взгляд на власть Однако признался, что личной симпатии к Алексею не питает На вопрос о том, какие СМИ должен читать современный россиянин, чтобы представлять себе полную картину происходящего в стране и мире Владимир Владимирович однозначного ответа дать не смог Посоветовал читать все и фильтровать полученную информацию самостоятельно Самым развернутым и однозначным получился ответ на вопрос о любимых книгах Выяснилось, что наряду с произведениями Шекспира и Достоевского Тележурналист до сих пор любит Винни Пуха, романы Марка Твена и Александра Дюма Вообще, я обожаю книги Я не понимаю людей, которые читают, как это, вот эти таблетки, вот эти штуки Не понимаю, потому что это же холодное все Несмотря на любовь к книгам, свои работы Владимир Владимирович всегда называет слегка пренебрежительно книжками У меня был друг Петр Вайн Замечательный совершенно человек, замечательный писатель И он всегда говорил, вот я написал книжку Я ему как-то спросил, Петя, что ты будешь книжкой? Я еще тогда не очень писал Почему не книга? Он мне говорит, по-моему Ну, Толстой писал книги Достоевский А я пишу книжки Я подумал, конечно Поэтому я люблю книжки Сколько еще их будет? Владимир Владимирович не загадывает Судя по всему, серьезных писательских амбиций у тележурналиста нет Это интересный опыт, но не самоцель На раздачу автографов после презентации у Владимира Познера ушло почти два часа А в торговом зале Московского дома книги все еще было много людей Которые держали в руках все книжки автора и терпеливо ждали своей очереди Я из далекого Владивостока Вот зашла в книжную и узнала, что сегодня презентация Я просто обожаю этого человека Я прочитала все его книги, кроме новой И очень рада, что предоставилась такая возможность Поэтому было несложно стоять всю эту огромную очередь